Доброе утро, Рашта Вахина. Доброе утро, Рашта Вахина. В дальнейшем пациентка выписывается с рекомендациями обратиться в специализированное учреждение, пациентка обращается в городской клинический онкологический диспансер и в июне 2020 года ей выполняется биопсия образования в печени. Гистологическое исследование ткань печени с метастазами дуктальной аденокарциномы. Пациентке выполняется МРТ органов брюшной полости. Посмотрите, по МРТ брюшной полости мы видим, что в правой доле печени визуализируются очаги количеством 5, максимальным размером до 2 см. В головке поджелудочной железы визуализируется образование с нечеткими неровными контурами размерами 3,2 на 6,3 см. Также визуализируются единично увеличенные лимфатические узлы, которые расположены в панкреатодональной зоне размерами до 1,2 см. Из основных жалоб у пациентки была симптомная опухоль. У нее был достаточно выраженный болевой синдром, который требовал назначения несторонних противовоспалительных комбинаций с тормодолом. У пациентки, напомню, изначально, с чего началось все заболевание, у нее было снижение массы тела, и за 2 месяца она похудела на 7 кг в общей сложности. Ее постоянно мучила субфибрильная лихорадка, казалось бы, 37-37,5, но это приносило ей достаточно выраженный дискомфорт. Преимущественно в вечернее время была эта субфибрильная лихорадка слабость. В клиническом анализе крови отмечалась анемия первой степени, в биохимическом анализе крови мы видели повышение уровня АЛТ второй степени, АСТ первой степени, при этом билирубин был в норме. И вот с таким диагнозом, уже верифицированным, пациентка попадает в наше отделение. Специализированного лечения с диагнозом рак головки поджелудочной железы, Т3Н1М1, множественные изменения в печени, из-за осложнения основного заболевания, напомню, у нее болевой синдром второй степени, который оккупируется на фоне комбинации НПВС и Тромадола, анемия первой степени и субфибрильная лихорадка первой степени. Если смотреть на ее сопутствующие патологии, то это ишемическая болезнь, сердце гипертоническая, это хроническая сердечная недостаточность, у нее было выполнено стентирование коронарных сосудов в 2012 году, очаговый трофический гастрит и гипотиреоз, она была на заместительной терапии. ЭКОК ее 2, но ЭКОК был 2 за счет болевого синдрома, который требовал назначения противоболевой терапии. И в качестве первой линии мы располагали на тот момент возможности назначения пациентки комбинация напоклитоксила с гемзара. Она стала получать золотой стандарт, получила 2 цикла. После 2 цикла было выполнено контрольное обследование, и мы увидели, что при контрольном обследовании стабилизация опухолевого процесса по системе РИЦИСТ-1.1 минус 15%. Что самое интересное, что если мы видели на контрольном обследовании только стабилизацию процесса, мы увидели очень хорошие контрольные симптомы заболевания. У нее оккупировался болевой синдром, у нее оккупировалась астения, мы видели нормализацию уровня гемоглобина, уровня АЛТ, АСТ. При всем при этом она не получала гепатопротекторов, только проводилась химиотерапия. Мы выделили значительное снижение СЕ19.9, если в начале нашего пути это было 3000, то после проведения химиотерапии он снизился в 2 раза. Мы продолжили данную терапию, еще 2 цикла, суммарно 4, и при контрольном обследовании уже был зарегистрирован частичный регресс. То есть мы имели и выраженные контрольные симптомы заболевания, и рентгенологический контроль уже в виде частичного регресса. Если посмотреть ее МРТ, то уже после нашего проведенного лечения мы отметили на МРТ, что образование в поджелудочной железе наши рентгенологи описывали как остаточная ткань, но сохранялись у нее образование в печени. У пациентки было продолжено лечение, еще 3 цикла, суммарно она получила 7 циклов, блестящий эффект рентгенологический, блестящий контроль над симптомами заболевания. МРТ-контроль, который был сделан после 7 циклов, и мы видим, что в головке поджелудочной железы образование не визуализируется. Конечно, приятно клиническим онкологам видеть такой эффект на фоне проведенного лечения. Сохранялись множественные очаговые образования в печени, но они значительно уменьшились в размерах. Правда, их количество оставалось прежним. Общий эффект лечения был частичный регресс. Вот так выглядели снимки на момент обследования. В поджелудочной железе описывали какую-то остаточную ткань и небольшие изменения в печени, но в прежнем количестве с уменьшением размеров. Если говорить о профиле токсичности, то это нейтропения первой степени, это ликопения первой степени и периферическая полинаэропатия, которая, конечно, сначала была первой степени, а потом постепенно нарастала. Мы перешли плавно в 2021 год. Мы возлагали большие надежды, новый год, новые рекомендации, расширение горизонтов, появление новых схем, возможно. И с какой сложностью мы столкнулись в 2021 году? Столкнулись мы с тем, что у нас, к сожалению, в КСГ из схемы ушел тариф комбинации на поклитоксилом с гемзером. Остался только гемзер в монорежиме. Ну и, конечно, клиническим онкологам мы понимаем, что мы имеем блестящий эффект рентгенологический, блестящий контрольный симптом заболевания. Что же делать дальше? У нас есть блестящий эффект, у нас есть рекомендации, которые гласят о том, что мы можем проводить данный режим, но у нас нет тарифа. И, конечно, клинические онкологи всегда задумываются, что нам делать дальше. Нам продолжать ту же самую терапию, несмотря на то, что нет этого тарифа. Потому что в 2021 году препарат его убрали из списка ЖНВЛП, и мы не смогли предложить пациентам данной комбинации. И его наши коллеги, когда составляли КСГ, убрали из КСГ на 2021 год. Да, несомненно, у нас есть еще фолфоринокс. Мы понимали, что пациентка уже начала эффективное лечение. Гемзер в снапоклитоксилы мы не могли перейти на данный режим. Ну и я хотела поставить перед аудиторией вопросы, перед теми слушателями, которые нас сейчас смотрят. Какое же дальнейшее алгоритм действия? Как поступить к клиническому онкологу? Продолжить, возможно, монохимиотерапию гемзаром до прогрессирования или неприемлемой токсичности? Понимая, что если нет тарифа, то мы не сможем, возможно, в дальнейшем проводить этот режим. Потому что мы понимаем, что затратная часть достаточно большая. А, как мы говорим, возвратная маржинальность, с которой мы привыкли работать в КСГ, мы не получим ничего, потому что этого тарифа просто нет. Возможно, несмотря на то, что этот тариф отсутствует, продолжить лечить эту пациентку на паклитоксилы с гемзаром, учитывая блестящий эффект на фоне проводимого лечения, как клинический, так и рентгенологический. Понятно, что, возможно, в убыток учреждения, на одних схемах мы зарабатываем, на других схемах, возможно, мы не зарабатываем на них. Но в интересах пациента, действуя, продолжить ей такую эффективную схему лечения. Ну или 7 циклов химиотерапии, частичный регресс, уже вроде как и периферическая поля нейропатия появилась. Вообще отпустить пациентку под динамическое наблюдение. Пожалуйста, голосуйте. Ну, пока мы голосуем, хочу сказать, что, конечно, клиническому онкологу тяжело в такой ситуации. Когда мы только приступили к работе с КСГ, да, и были такие очень интересные дебаты постоянно, когда были круглые столы, посвященные КСГ, когда мы говорили о том, что клинический онколог постоянно не занимается лечебной работой, а постоянно считает и смотрит эффективно, неэффективно схема. Но если результаты готовы, можно их вывести. Инна Владимировна, результаты готовы. Да, да, да. Слышите меня. Я понимаю, что у вас есть много, что сказать. А у меня еще есть примеры, что охитно... Я знаю, подождите. Очень приятно, да, видеть результаты. Мы видим, что большая часть, это 74%, считает, что нужно продолжить столь эффективную схему на политоксил с гемзаром, несмотря на то, что ее в 2021 году исключили из тарифов. 15% говорит о том, что можно продолжить монохимиотерапию гемзаром. Здесь тоже можно согласиться, потому что нарастала токсичность. И вроде как и 7 циклов получила пациентка, можно ее оставить на монотерапии. Ну, наверное, динамического наблюдения нет, потому что все-таки пик токсичности, я не могу сказать, что был достигнут. И такой просто потрясающий эффект, и хотелось продолжить терапию. Но, к сожалению, пока мы размышляли, пока пациентка сделала у нас контрольное обследование, периферическая полинэропатия второй степени перешла в третью степень, и мы продолжили терапию гемзаром в монорежиме. Она получила еще 3 цикла. То есть у нее было 7 циклов, напомню, комбинации гемзара с напокритоксалом и еще 3 цикла монохимиотерапии гемзаром. При контроле после этих трех циклов мы увидели, что МР-признаков очаговых образований ни в печени, ни в головке поджелудочной железы не выявлялось. Конечно, нашей радости клиническим онкологам не было предела. Вот так выглядели ее МРТ-снимки. Ну и мы задумались, насколько это реально, увидев такой замечательный эффект, изначально частичный регресс. Возможно, а почему нет? Это первая линия, это эффективная схема, и, возможно, это и полный регресс на фоне проводимого лечения. Конечно, перед нами стоял как клиническими онкологами вопрос, есть или нет полного регресса, что с ней делать тогда дальше? Отпустить ее после этих еще дополнительных трех циклов. Возможно, сделать диагностическую лапароскопию, убедиться в том, что нет субстрата. Это, возможно, локальный контроль, лучевая терапия. Вопрос мы дискутировали, что мы будем облучать, не имея субстрата. Ну и мы выполнили ЕПД-КТ всего тела. Действительно подтвердили, что у пациентки имеется полный регресс, и на нашем общем консилиуме решили отпустить пациентку под динамическое наблюдение. Ну и резюмируя свой случай, мне бы хотелось сказать, что, конечно, на сегодняшний день, я думаю, что многие со мной согласятся в этом зале, мы решились очень эффективной схемы, которая обладала таким приемлемым профилем токсичности. Если сравнивать две схемы, это сравнивает напаклитоксел с гемзаром и фолфоринокс, мы видим, что медиан общей выживаемости примерно одинаковый у этих схем. Но профиль токсичности, он гораздо выше при использовании схемы фолфоринокс. Конечно, вы скажете, что сейчас у нас появились возможности модифицированного фолфоринокса, и там несколько ниже профиль токсичности, но тем не менее это обязательно обеспечение центрального доступа для проведения даже эмбов фолфоринокса. Это госпитализация в суточные стационары, то есть это уже более такое затрата емкий тоже и процесс, и все-таки для пациентов постоянно находиться в стационаре тоже достаточно тяжело. Ну и завершая свой случай, что мне хочется сказать о том, что, конечно, сейчас нам очень сложно, потому что появляется все больше и больше новых терапевтических опций. Понятно, что если мы говорим об обновлении рекомендаций и внедрении в КСГ, они всегда успевают, то здесь одна проблема, мы понимаем, что рано или поздно у нас с обновлением рекомендаций появятся эти схемы и в КСГ. Но когда мы говорим о том, что в рекомендациях есть, мы ничего не ждем, никакого обновления, но у нас нет этой схемы в тарифах, это очень печально. Благодарю за внимание, если у вас есть вопросы, я готова на них ответить.